Библейский портал экзегет.ру представляет 29 глава, книга-притчи, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Последняя глава Малого Соломонова сборника, дальше у нас там начнутся такие очень экзотические 30-е и 31-е, но и я уже не раз говорил, что Малый Соломонов сборник, он такой особо поэтичный, особо яркий. Люди из Икии, царя и преемника Соломона, но не непосредственно преемника через много поколений, собирали, по-видимому, изречения, которые оттачивались, которые хранились долгое время, и действительно это яркие вещи. Хотя некоторые из них звучат довольно банально, но их не очень много банальных изречений, большим Соломоновым больше. «Кто ожесточается, слушай наставление, погибнет нежданно и безвозвратно». Один человек наставляет другого, а тот, кто окажется, «Ух ты, мне плохие слова говоришь, я не хочу их слышать», — это ведет его к гибели. Вот много раз в книгах притчи принимай критику, не обязательно делай все, как тебе говорит любой критик, это невозможно, «Но выслушивай, оценивай. Праведные в силе и радуются народ, нечестивцы у власти, и народ стонет». У нас было в конце прошлой главы «Возвышаются нечестивцы и прячется человек, погибают они и множатся праведники». И вот прямо между этим «Кто ожесточается, слыша наставление, погибнет нежданно и безвозвратно». Значит, смотрите, нечестивцы — это кто? Это те, кто ожесточаются, слыша наставление. Любой человек творит поступки хорошие и не очень. Пропорции разные, но у любого есть плюсы и минусы. Так вот, нечестивец — тот, кто ожесточается, тот, кто минусы не хочет менять на плюсы. И, соответственно, это влияет на весь народ. Нечестивцы у власти — значит, народу плохо, а праведные в силе — значит, народ радуется. «Кто любит мудрость, радует отца своего. Кто знает со сблудницами, расточает на житое». Вот в частности, не только народ, но и лично своего отца. Об этом очень много, что радость для родителей — это мудрый сын. Про дочь здесь ничего не сказано, но это такая книга мужская, наставление отца-сына. Но все равно, вот ребенок, который радует, — это ребенок мудрый, а не просто здоровый, добившийся хорошего положения в обществе. Это мудрый ребенок. Ну, раз мы уже говорим про устройство общества, то, кстати, царское правосудие укрепляет страну, а взятки ее разрушают. Вот, между прочим, праведники нечестицы, мы все праведники. А взятки-то мы даем или нет? Вот взятки разрушают страну, взятки — это и есть нечестивость. Почему? Потому что правосудие искажается, да, потому что взятка — это покупка решения судебного или какого-то другого преференции и так далее. Кто льстит ближнему, с этим и стелит под ноги. Вроде бы на совершенно другую тему. А смысл-то тот же самый. Что такое взятка? Дать что-то, чтобы получить незаконное. Что такое лесть? Сказать что-то, чтобы получить недолжное. То, чего не причитается тебе, да? То есть переманить на свою сторону. Деньгами ли взятка? Похвалами ли лесть? И это разрушает. Это разрушает того, кому льстят. Грех — ловушка для нечестивца. А праведник веселится и радуется. Вот, смотрите, праведник — это не унылый постник, который сидит там, и он такой весь замученный. Он радостно живет, потому что его жизнь настоящая. А нечестивец — это человек, который запутался в собственных поступках. Помнит праведник о тяжбе бедняка, а нечестивый знать не хочет. В частности, вот что такое праведность? Это не просто много молиться и строго поститься. Это заботиться о людях, давать им то, что им полагается, помогать слабым. Наглые люди баламутят город, а мудрые утихомиривают ярость. Вот, кстати, да, ведь бывает так, что в борьбе за справедливость можно прям все сокрушить. Но 1917 год был во многом борьбой за справедливость. Что получилось, мы знаем. Значит, важно еще и не умножать эти раздоры, не умножать злобу, которая в обществе присутствует. Если мудрец судится с глупцом, смятение и смех не стихают. То есть, ну, глупец смешно говорит, да, вот становится сразу понятно, кто прав, кто нет. Вот так часто это бывает, на самом деле, когда глупец упорствует в своей глупости, и он не понимает, насколько смешно это выглядит, особенно на фоне мудреца. Убийцы ненавидят непорочного и честного погубить стремятся. Вот иногда говорят, а это убийство было им невыгодно, в смысле, там, не принесло, там, денег, славы, какого-то выигрыша. Они просто его ненавидят. Вот бывает так, что ненавидят того, на чьем фоне собственные поступки человек видит в очень неприглядном свете, да, и он хочет от него избавиться. Почему Христа распяли, в конце концов? Он что, фарисеев деньги отнимал, что ли? Легионы переманивал на свою сторону, да, римские? Нет, конечно, но на его фоне все то, что было, все то, что говорили и делали другие люди, ну, так неприглядно смотрелось, лучше его уничтожить. Глупец дает волю гневу, а мудрый даст ему остыть. Гневаемся мы все, гнев это чувствую. Если меня оскорбили, унизили, я не могу не гневаться. Но я могу либо пойти, начать там, вот, воевать, всех уничтожать, либо могу дать этому чувство остыть и разобраться в том, что произошло. То и придворные будут нечестивы. Естественный отбор при дворе происходит, да. Значит, по какому принципу царь к себе приближает? Тех, кто ему лжет, приятное говорит, льстит? Или тех, кто ему полезную правду говорит? Вот таких он людей вынесет наверх. А как это влияет на все общество, мы уже читали. С нечестивцами народ угнетен, народ страдает. Вот что роднит бедняка и угнетателя, свет в очах у обоих от Господа. Они оба люди. С одной стороны, это для угнетателя важные слова, то есть бедняка не притесняют твой брат. Но и для бедняка это важные слова. Даже если он угнетатель, даже если он нечестивый человек, он тоже человек. Не дегуманизируй. Вот это часто так бывает, когда, говоря о каких-то явных угнетениях, безобразиях, они не люди. Их всех убить надо. Нет, они люди. Только потому, что они люди, они дикие волки, мы говорим о том, что они преступники. Волки не преступники, они таковы по своей природе. А люди могут отвечать за свои поступки. Значит, не забывай, что угнетатель тоже человек, и у него есть свет в очах от Господа. В нем есть нечто божественное. Пусть оно заглушено, пусть оно задавлено, но оно есть, это забывать нельзя. Если царь судит бедных по правде, престол его нерушим вовеки. Судит бедных, потому что богатые найдут способ купить себе правосудие. А бедные не могут. Бедных надо судить по правде царю, больше некому. Розга и внушение дают мудрость, а заброшенный ребенок – позор для матери. Ну, про розги мы тут уже не в первый раз читаем. И каждый раз я говорю, ну, с тех пор все изменилось, вроде как сегодня не принято пороть. Но дело, конечно, не в этом, а в том, что вот ребенка, а здесь может быть не столько малыш, сколько такой, знаете, трудный подросток старшего возраста, нельзя оставлять без контроля, без воспитания. Где сильны нечестивцы, силен и грех, но праведники увидят их падение. Потому что в конечном итоге, оставив его без воспитания, вы его приведете в стан нечестивцев. Вы будете способствовать тому, что в обществе будет вырастать именно это. Вразумляй сына, и будешь за него спокоен, станет он для тебя утешением. И тебе самому, да, вот сколько здесь уже сказано, что мудрый сын – это отрады, утешение для родителей. Вот, в частности, как надо на это реагировать. Нет пророческих видений, разнуздан народ, но блажен, кто соблюдает закон. Пророческие видения и закон – это, казалось бы, совершенно разные вещи. Закон, он дан раз и навсегда, всем известен. Пророческие видения возникают неожиданно, постепенно, ситуативно в связи с чем-то. И вот есть закон, его надо всегда соблюдать. Хотя при отсутствии пророческих видений, казалось бы, излишних при соблюдении закона, народ отпускается во все тяжкие. Пророческие видения нужны, чтобы напомнить людям вообще, что надо делать. Словами раба не вразумить, хоть и поймет, да, оставит без внимания. То есть бывает нужно и принуждение. Раб – вот такой человек, который должен бояться либо наказания, либо стремиться к награде, да, вот нужно стимулировать, да, а не просто говорить слова. Видел ты человека скорого на слова, от глупца и то больше проку. Вот торопиться со словами не надо. Это много раз в книге притчи встречалось, что ответ ко времени – это золотые яблоки на серебряном узоре, да. Вот даже правильные слова могут быть ни к месту и ни ко времени. Книга Иова это прекрасно показывает. Друзья Иова говорят, вроде правильные слова, да только не тому и не тогда. Если раба с детства баловат, добром это не кончится. Ну вот здесь еще рабовладельческое общество, как и розга, так и рабовладение, да, сегодня вроде как уже не в моде. Но принцип все равно понятен, да, то есть если оставлять человека вот в власти своих желаний, ни в чем его не ограничивать, он испортится, он станет избалованным. Гневливый вызывает раздоры, вспыльчивый множество злодеяния. Гнев вспыльчивый здесь очень часто появляется. Заносчивый будет унижен, а смиренный обретет славу. И это здесь часто такие, как бы, в конце этого сборника быстренько-быстренько еще раз перечислим самое главное. Кто вор, товарищ, сам себе враг. Слышит, как проклинают вора, да помалкивает. Что значит проклинают вора? Видимо, это писано, кстати, в конце книги Судей, когда крадут что-то, и неизвестно, кто вор, то произносят публичное проклятие. Да, вот будь проклят тот, кто украл это, это, это. И человек, который, может быть, причастен воровству, или, по крайней мере, знает о нем, молчит, но он сам себя делает причастным проклятию. Он себя вовлекает вот в это проклятие. Страх перед людьми расставлены из сети, но уповающий на Господа неприступен. Я бы, скорее, здесь ожидал, но боящийся Господа неприступен. А вот смотрите, здесь очень часто книга притчей как будто уходит намеренно от этого намеренного жесткого противопоставления, страх перед людьми. Ой, я боюсь, как бы им там не подумали, не сделали, не обидели меня, я сижу тихо. Уповающий на Господа ровно противоположно. Я знаю, что Господь меня защитит. Что мне эти людские какие-то вот обиды и неприятности? Преодолеем. Многие ищут благосклонности правителя, но судья человеку — Господь. Тут столько сказано, как быть вот на стороне царя, как ему угодить, как ему понравиться. Но судья человеку — Господь, даже если ты там премьер-министр. Мерзок праведником обманщик, мерзок нечестивым честный человек. На этом завершается малый сломанов сборник, и такие неожиданные слова в конце. Мерзок праведником обманщик, но это понятно. Мерзок нечестивцем честный человек. На его фоне они видят свою мерзость, они себя с ним сравнивают, или другие люди их сравнивают, и поэтому мир законным. Вот не хотят они, чтобы он был. Вот, оказывается, становясь праведником, ты делаешь себя врагом нечестивцем. Но упование на Господа — то, что даст тебе силу. А следующие две главы книги притчи, они такие своеобразные, конечно, там много необычного, но идеи очень похожи на то, что мы читали до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok